В Национальном музее Тувы открылась монгольская выставка восковых фигур хан-ханов. На торжественном открытии выставки директор Национального музея Кадрол Бичилдей отметил, что знакомство с историческими событиями и людьми тех времен в первую очередь нужна для подрастающего поколения. Эта выставка в этом году приурочена к двум интереснейшим датам. Первая – это для нас важная дата 1310-летия со дня создания архонной единисейской письменности. Он был создан и нами, и нашими предками использовался, начиная с 707 года нашей эры. А сегодня, в этой осени, исполнилась и еще одна своеобразная дата – 800 десятилетия со дня прибытия сюда старшего сына Чингисхана Джучихана в сопровождении с известным нашим уренхальским героем Цугадей Мадру. Также на торжественной части выставки выступила и генеральный консул Монголии в Туве. Госпожа Басанджав Ганцецек отметила, что Чингисхан является частью истории не только Монголии, но и Тувы. И еще хочу отметить, что эта выставка наступила накануне 96-й годовщину установления дипломатических отношений наших стран и 30-й годовщину общества международного монголоведения. На выставке посетители смогут познакомиться с уникальной коллекцией восковых фигур Чингисхана и его ближайшего окружения. Вот он в белоснежной национальной одежде восседает на своем троне, а рядом с ним его мать Оэлун. По плану это и Калмыкия, и Алтай, и Иркутская область. И дальше пойдет в течение года, как мне было сказано, эта выставка будет находиться на территории Российской Федерации. Выставка Ханханов состоит из 13 восковых фигур, семейная династия полководца, сыновья и его самые приближенные воины. Отметим, что над созданием этой выставки трудились группа из 40 человек – художники, дизайнеры, портные, скульпторы, историки и так далее. Они работали над созданием не только внешнего сходства, но и над исторической достоверностью одежды, оружия и других деталей образа. Экипировка воина, костюмы выполнены на основании археологических находок, относящихся к периоду правления Чингисхана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова